Донских верующих поздравили с праздником митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и губернатор Василий Голубев. Праздник, который мы с вами встречаем, светлый праздник, праздник тепла и любви. Мне хотелось бы сегодня, пользуясь этой возможностью, поздравить всех православных нашей Тонской земли с этим замечательным праздником. Позвольте здоровья, тепла, радости. Убежден, что это и есть основа нашего общества. Внушительные средства из регионального бюджета около 1 миллиарда 170 миллионов рублей предусмотрены на капитальный ремонт 26 инстационарных и возведение четырех модульных домов культуры в этом году. Об этом шла речь на рабочей встрече главы региона Василия Голубева и заместителем губернатора Игоря Гуськова, сообщает сайт «Донленд». В рамках нацпроекта «Культура на Дону» в этом году закупят музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для 20 образовательных организаций. Техническое оснащение получат четыре муниципальных музея. На эти цели предусмотрено около 182 миллионов рублей. Губернатор подчеркнул, что эта работа особо важна в юбилейный для Ростовской области год. Василий Голубев поручил тщательно отнестись к программе мероприятий, приуроченных к 85-летию Донского региона. У нас много знаменитых, выдающихся людей, которые многое сделали для региона. Нужно, чтобы в течение всего года мы эту тему сопровождали. Ну и, конечно, тем самым показывали молодежи, что Ростовская область стоит, потому что люди многое создавали, что вкладывались знания, труд свой в это. И в рамках проведения мероприятий, связанных с юбилейным годом, прошу на это тоже обратить внимание. В ходе встречи также обсуждалось обеспечение донских школьников начальных классов горячим питанием. Игорь Гуськов сообщил, что все младшие ученики школ региона, а это свыше 194 тысяч, полностью им обеспечены. Проезд в электричках Ростова подорожает с 11 января до 26 рублей. Об этом сообщили в ООО «Северокавказская пригородная пассажирская компания». Постановление было опубликовано региональной службой по тарифам Ростовской области. Изменения коснутся стоимости проезда между станциями Ростов-Главная, Кизитеринка, Ростов-Западный, Первомайская, 1330-й километр и основочный пункт Каратаева. Однако в документе уточняется, что стоимость проезда по другим направлениям останется на отметке 18,5 рублей. Ночью 7 января в полицию поступило сообщение о том, что на шестом километре автодороги Ростов-на-Дону Новошахтинск водитель «Шевроле Нива», по предварительным данным, двигаясь в направлении Новошахтинска, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП он скончался на месте. По данному факту проводится проверка. Первая праздничная неделя Нового года прошла без серьезных происшествий. Количество пожаров и погибших на них людей снизилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ГУМЧС России по Ростовской области. С 31 декабря 2021 по 7 января 2022 года произошло 67 пожаров, погибли 7 человек. Травмы различной степени тяжести получили шестеро, один из них – несовершеннолетний ребенок. В ведомстве сообщают, что погибшие при возгораниях люди либо находились в состоянии алкогольного опьянения, либо вели асоциальный образ жизни. Основное время суток смертельных ЧП – это вечерние и ночные часы. ГУМЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова